Всем привет, друзья! Сегодня речь пойдет о канарейках, о купании канареек в зимнее время. Просто немножко отличается зимнее, летнее. И поговорим немножечко о той судьбе, о судьбе того птенчика, о той самочке, которая плохо кормила его, я его докармливал, пытался. Вот о них немножко поговорим и о купании канареек. Переходим к обзору канареечек. Сегодня у нас в главной роли будет выступать вот этот кенар. Все, я жду, когда он запоет, он не поет. Потом вот эти самки. Тут две желтых, две оранжевых, которые я купил на выставке в Кропоткине. Затем вот эти самочки. Здесь, значит, вот это две. Одна вот кушает. Это что я привез с Карачаева-Черкесии, две самки. Вот эта желтенькая, оранжевенькая. И вот эта вроде как мозаика, не мозаика. А вот эту желтую я выменял недавно в зоомагазине на волнистого попугайчика. Вот такие вот девчонки. Они сегодня как бы у нас позируют на купание, но что-то на камеру не хотят купаться. И многим известная пара. Значит, с ними приключилась такая песня, что я отсутствовал дома, не мог покормить его. Полторы суток меня дома не было, приехал. А самка все-таки отказалась кормить птиночка, и он погиб. Сейчас они сидят на специальной диете, кушают проростку, зелень, морковку. И хотел бы вам показать, обратите внимание, самка начала снова строить гнездо. Ну, я так понимаю, вторую кладку готовить. Вот получается там овес и шкорка от яблочка. Ну, я потом уберу, сено подвожу. Пусть строят уже из нормального материала. Итак, друзья мои, довелось мне недавно заглянуть в нашу армавирскую библиотеку. Да, кстати, ребята, нахожусь я в Краснодарский край, город Армавир. Многие спрашивают. Вот такую книжечку притащил я с библиотеки. Певчие декоративные птицы. Хотел бы пару слов об этой книжке. Вот, пожалуйста. Издательство «Узбекистан. Ташкент. 1977 год». Ребятам, канароводам Узбекистана передаю привет, которые меня смотрят. Итак, значит, по поводу купания. Зимнее купание, летнее купание. Начнем по порядку. Сейчас у нас зима. Зимнее купание от летнего купания отличается тем, что своей чистотой. Летом канарейкам можно каждый день ставить ванночки. Зимой достаточно два раза в день. Два раза в неделю. Летом каждый день. Зимой два раза в неделю достаточно. Канарейки будут купаться. По поводу условий купания. Значит, вы вешаете. Вот можете таким образом. Можете в торец. Кому как удобно. Если у вас канарейка более-менее ручная, и вы выпускаете полетать, то просто можете на столе ставить чашечку с водичкой. Глубина воды до 3 сантиметров. Если больше 3 сантиметров нальете, канарейки просто будут бояться глубины и, возможно, не будут купаться. Это учитывайте. Это так про глубину сказал. В плане периодичности, вот в период канарейкиной жизни. Когда они в период размножения, купаться в ванночке ставить можно до 7 дней. Вот, допустим, снесла канарейка яйцо, до 7-8 дней можно ей купаться. Потом купалку убираете и возобновляете купание на 12-й день от роду, когда станут птенцам 12 дней. То есть птенцы окрепли им 12 дней и можно купаться. А когда уже птенцы покинут гнездо, то с этого дня, считайте, в трехмесячном возрасте маленьким канарюшкам можно ставить купалки. Вот такая вот сегодня у нас тут картина. По поводу в чем купаться. Если под рукой нет у вас ромашки, то достаточно купаться просто в чистой воде. Если есть ромашка, можете заварить чай. Сейчас в аптеках продается ромашка в таких пакетах, как чай. Вот один пакет на кружку. Заварили, она постояла минут 20. Только заливайте не чистым кипятком, а чуть-чуть остывшим там. То есть вода ваша закипела, постояла минут 5. Заливайте ромашку в кружке. Это все заварится. И потом, как будет комнатной температуры, можно наливать ванночки и канарейки будут с удовольствием купаться. Я так понимаю, вот эти канарейки не особо приучены к купанию. Вот они, я за ними наблюдаю сегодня. Они, в принципе, мало купались. Вот видите. Здесь купались вот забрызганная, видите, ванночка. Здесь, по-моему, даже не прыгали сюда купаться. В общем, вот такие самочки. Эти самочки будут у нас выступать в 2020 году в главной роли. У меня еще есть немножко моих собственных. Я оставлял себе больше, я оставлял себе штук 5, штук 6 себе оставлял. Вообще, изначально я хотел всех продать канарейкам. Вывозил даже на выставку. Половину продал, а половину потом домой привез. И думал, зачем я вас продаю? И решил оставить. Ну, потом вот интернет появился, начал снова съемки снимать. Вот самечек красавица. А вот судьба этой самки мне неизвестна. Она, видите, одного птенца уже бросила. Ну, я надеюсь, мне удастся расширить этой самке кругозор. И она поймет, что птенцов надо кормить. Один, как можно сказать, в поле не воин, она его не стала кормить. А сейчас, я думаю, у меня птенец, ой, самец находится на особой диете. Он кушает специального рациона корм, там витамины. Все это самое включено, чтобы был оплод хороший. Я надеюсь, он оплодотворит больше, чем одно яйцо. И когда у нее появится много птенчиков, я думаю, она вспомнит инстинкты материнства и будет кормить. Ну, я вам скажу, за мою практику я заметил, что если... Да, наверное, вы тоже, ребята, замечали, что если у вас у канареек один птенчик, то она кормит его плохо. И он, как обычно, погибает, может, на неделе, на второй. А когда птенчиков трое, четверо, пятеро, то самка поинтереснее кормит. Так что, я надеюсь, что с этой самочкой получится хорошая мамаша. Вон она сидит. Чистоплотная. Чуть что-то поедят, сразу клюв чистят. Самец очень хороший. Он в гнездо лазит и приглашает ее в гнездо залазить. Сам ее приглашает, кормит. Она сегодня сидела в обед в гнезде, я наблюдал, прям он кормит ее так замечательно. Так что остается дело за малым. Самке мозг настроить на нужную волну, и она будет кормить птенцов. Я думаю, у меня это получится. Вот эта самочка сегодня что-то везде немножко взъерошенная. Сейчас хорошо видно. Видите, немножко надутая. Тут все нормально. Такие, в общем, дела, ребята. Купаются. Не забывайте купать своих птичек. От этого они будут только здоровей, красивей. А здоровье и красота – это, в принципе, основополагающие такие фундаментальные вещи, я бы сказал. Пишите в комментариях мнение свое по поводу всего этого. В конце месяца ожидаются садочки. Будем переходить на ловлю диких птиц, щеглов, чижей. Попробуем заняться все-таки скрещиванием канареек, щежей. Такие вот дела. Значит, все, ребятки. Видео подходит к концу. До скорой встречи на моем канале. До скорой встречи на моем канале. До скорой встречи на моем канале.